Войсковая часть 52096 была сформирована в 1953 году и призвана охранять небо над Москвой и Центральным федеральным округом. Расположена она в поселке Петровское. С 2014 года относится к 5-й дивизии противовоздушной обороны. Уже много лет соединение выполняет стратегические и боевые задачи. Большая часть личного состава находится на боевых постах. Время неспокойное, но личный состав все равно понимает все тяготы и лишения службы, справляется с поставленными задачами. Надеюсь и далее мы с честью защитим наши воздушные рубежи от посягательств кого бы то ни было. Торжественное мероприятие по случаю 70-летия соединения прошло на территории музея-заповедника Горки-Ленинские. Среди почетных гостей ветераны воинской службы и представители администрации муниципалитета. Такое знаковое для нашего округа мероприятие. Это родные, я бы сказал, нам люди, военнослужащие нашей войсковой части ПВО. Сегодня 70-летие образования этой части. Действительно, сегодня в непростое время. Это очень важно увидеть воочию этих людей. У администрации Ленинского городского округа с войсковой частью сложились хорошие традиции, дружеские отношения. Мы взаимодействуем по вопросам как культурно-массовых мероприятий, так и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Собравшихся поздравил командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны генерал-майор Константин Агиенко. Хочу поздравить ветеранов, хочу поздравить военнослужащих нашей дивизии с праздником, серьезный праздник, юбилей 70 лет. Поздравляю вас от себя лично, от военного совета армии противовоздушной и противоракетной обороны. Уверен в том, что вы в дальнейшем с честью будете выполнять поставленные вам задачи. За высокие показатели в служебной деятельности медалями были награждены офицеры 5-й дивизии. Затем состоялся торжественный марш парадных расчетов. Счет! И раз! Также во время мероприятия состоялась выставка военной техники противовоздушной обороны. В том числе были представлены комплексы С-300 и С-400. Особенности данного комплекса, что осуществляют поражение целей на максимально большей дальности с большой эффективностью. В принципе, граждане нашей страны могут спать спокойно. Ветераны воинской части были рады встрече, общались и вспоминали времена своей службы. Штаб корпуса и вообще наши подразделения – это были образцово-показательные. Кто не приезжал из родителей, очень были довольны. Было очень красиво и на высшем уровне. Завершилось торжественное мероприятие общим фото на память. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.